Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями этого дня. Спрос рождает предложение. В Самаре увеличилось количество муниципальных продовольственных ярмарок. Их работу обсудили на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Добро пожаловать в профессию! В Самарском трамвайно-троллейбусном управлении продолжается рекрутинговая кампания. Какие условия предлагают для водителей? А у нас в квартире ГАЗ для самарских школьников проводят уроки о безопасном использовании газового оборудования. Поделились секретами макросъемки и показали удивительные кадры, сделанные в дикой среде. На выставке «Фотограни» провели мастер-класс «Как снимать природу». Качественные продукции от местных производителей по умеренным ценам. В Самаре продолжают свою работу муниципальные продовольственные ярмарки. Если в начале 2022 года в Самаре работало 28 торговых точек на 1240 мест, то к концу года их число увеличилось до 43 с общим количеством 1972 торговых места. Работу ярмарок сегодня обсудили на совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Как спрос рождает предложение и почему самарцы предпочитают продукцию от местных производителей, расскажет Ольга Павлова. Спрос рождает предложение, а это значит, что количество муниципальных продовольственных ярмарок продолжает расти. Как показала практика, самарцы предпочитают приобретать продукты, учитывая безусловное качество товаров от местных сельхозпроизводителей. Если на начало 2022 года в черте городского округа Самары функционировали 28 торговых локаций на 1240 мест, то уже к концу прошлого года их число увеличилось до 43 с общим количеством в 1972 торговых места. Для обеспечения качества товаров на крупных ярмарках функционировала и продолжает работать лаборатория Самарского ветеринарного объединения. Помимо осуществления систематических проверок качества и безопасности реализуемой продукции, лаборатория предоставляла услуги ветеринарно-санитарной экспертизы. Стоимость незначительная, туши говяжьи стоят 162 рубля, партия мяса птиц 25 рублей, растительное масло 25 рублей, поэтому для сельхозпроизводителей является абсолютно приемлемой ценой. Кроме уже традиционных ежегодных ярмарок и стационарных, у музея Алабина на пересечении Киевской и Тухачевского мехзаводе торговые павильоны появляются и в удаленных, так называемых спальных районах города. Так, в ноябре 2020 года новая продовольственная точка открылась в Октябрьском районе, на пересечении улиц Старозагора и Гастелло. Локация пользуется большой популярностью у жителей города. Ярмарка работает ежедневно с 9 до 22 часов. Арендатор постарался учесть все пожелания самарцев. Успешная территория, успешный проект, хорошая локация в этой ярмарке. Летом 2022 года открылись еще 6 ярмарок на 100 торговых мест в Кировском, Советском, Куйбышевском, промышленном и железнодорожном районах. Продовольственные локации появились на точках, на которых ранее велась несанкционированная торговля. Территории, как правило, редко приводились в порядок, а в некоторых случаях торговля велась с земли. Глава города Елена Лапушкина распорядилась еще раз проверить уже оборудованное по всем правилам локации на предмет ухоженности и чистоты. По поводу проведения проверок, что все-таки внешний вид, должна быть опрятность, чистота. В настоящее время Департаментом экономического развития и инвестиций торговли рассматриваются места под ярмарки у крупных торговых павильонов и гипермаркетов. В некоторых торговых центрах такие локации уже показали свою востребованность. При поиске мест для продовольственных точек учитывается густонаселенность районов и клиентаориентированность. По проекту в будущем таких ярмарок должно появиться 18. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Губернатор Дмитрий Азаров назначил на должность министра культуры Самарской области Ирину Калягину. С октября прошлого года она занимала пост временно исполняющего обязанности министра. Ирина Калягина более 17 лет проработала в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина. В 2004 году начала работу в Департаменте культуры Министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области. А с 2015 года исполняла обязанности заместитель министра культуры. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». На всех стройплощадках работы организованы в штатном режиме. Они находятся на круглосуточном контроле регионального заказчика, подрядчиков и администрации Самары. На перекрестке улиц Полевой и Новосадовой выполняется устройство стартового котлована. Готовность сваи 65%. Общая готовность котлована приближается к 30%. А в исторической части города разработка стартового котлована завершена. Однако продолжаются подготовительные работы для конструкции тоннеля проходческого комплекса. Специалисты монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Также в ближайшее время необходимо завершить закольцовку водовода в районе улиц Галактионовской и Красноармейской. Кроме того, на этом перекрестке переустроят трамвайные пути. Минимизация неудобств для горожан уделяется повышенное внимание. Кроме сужения автодороги на одну полосу в направлении из города. Больше никаких ограничений движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Трамвай продолжит курсировать по старому полотну. После укладки путей, стыковки старого и нового полотна и переподключения контактной сети МПТТО организует пробный пуск трамваев. Итогом станет комиссионная приемка. После переустройства линии продолжатся другие работы в рамках строительства метро. После ввода в эксплуатацию новой станции театральной у горожан появится возможность быстрее добираться из отдаленных районов до исторического центра города. Ну нужно немножечко потерпеть. Все будет. Будет удобнее добираться в том числе и до знаковых учреждений культуры областного центра. И в частности до института культуры, потому что мы стоим в самом центре Самары. В непосредственной близости от театра опера и балета, драматического театра, филармонии и других учреждений. Добро пожаловать в профессию. В Самарском муниципальном транспортном предприятии трамвайно-троллейбусное управление продолжается рекрутинговая кампания. В текущем году, который объявлен в России годом педагога и наставника, учебный центр значительно преобразится. Планируется, что расширится его компетенции. Что появится новое и как проходит обучение будущих специалистов, узнала Ксения Баканова. Камиля Софиулина учиться на водителя трамваев ТТУ пошла ради обретения новой профессии. Признается, всегда испытывала интерес к подобной технике. Женщина проработала кондитером 15 лет, однако желание стать водителем никуда не делось. Наоборот, с годами только крепло. Отныне баловать сладостями будет только своих домашних, ведь место новых кулинарных рецептов теперь осваивает устройство техники. Следующая остановка – Новая вокзальная. У меня желание было с детства, как-то вот тянуло. Я ехала как раз в трамвае и объявляли о том, что идет набор на водителя трамвая, троллейбуса. Я поехала на коммунистическую, мне все рассказали, и вот я здесь. Постигать азы новой профессии женщине помогает опытный наставник Юрий Жуков. Мужчина трудится в ТТУ уже 47 лет. Главное, по словам преподавателя, просто и понятно объяснить материал. Делать это нужно не торопясь, чтобы обучающиеся успели все записать в тетради. А отработать практику сначала можно на специальных тренажерах. Это поможет будущим водителям увереннее чувствовать себя за рулем. Я знаю многих водителей, меня очень хорошо знают. И когда этот водитель уже работает, их пассажиры улыбаются. И водители знают уже своих пассажиров. И каждому водителю это приятно. То есть у каждого слушателя должно в сердце остаться работа в ТТУ. Мало того, это специальность, которая всегда будет везде востребована. Трамвайно-троллейбусное управление продолжает набирать новых сотрудников. В последние годы здесь сложилась нехватка специалистов. Однако предпринимаются все необходимые меры, чтобы изменить ситуацию. Например, в учебном центре можно бесплатно получить профессию водителя, троллейбуса или трамвая. Обучиться может любой желающий с 21 года при успешном прохождении медкомиссии. Чтобы научиться управлять трамваем, потребуется 5 месяцев, троллейбусом 5,5. В течение этого времени ему выплачивается, во-первых, стипендия. Во-вторых, если потом принимается решение, что этот человек экзамены сдал, и да, он хочет поступить на должность водителя, ему предприятие выплачивает подъемные средства. Это 100 тысяч рублей единоразово. Преподавание ведется на высоком уровне. У нас есть педагоги, у нас есть наставники предприятия, у нас есть водители, которые занимают призовые места на городских, региональных и всероссийских мероприятиях. Молодые водители среди призеров тоже есть. Стоит также отметить, что после приема на работу молодежи дается еще один дополнительный материальный стимул – ежемесячные доплаты к основному заработку. На муниципальном предприятии предусмотрен полный социальный пакет. Только за последнее время в штат водителей ТТУ влились 9 человек. Столько же в настоящее время постигают азы профессии в учебном центре. Обучение новичков организуют с первого числа каждого месяца. В этом году мы предпринимаем дополнительные меры. Мы уже занялись подбором методического оборудования, новой мебели. Мы запланировали ремонт кабинетов учебного центра, полностью уже разместили торги на сайте. Поэтому в ближайшее время учебный центр, скажем так, покажем уже в новом образе, полностью отремонтированный. В дирекции МПТТУ рассказали, что для расширения компетенции центра в будущем планируется обучение специалистов в сфере охраны труда. Уже взялись за оформление необходимых документов с целью получения лицензии. Также оцениваются возможности для того, чтобы в стенах этого учебного центра организовать курсы для повышения классности водителей общественного наземного электротранспорта, работающих не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске и Тольятти. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самарской школе 161 прошли классные часы о правилах безопасного использования газового оборудования. Для учреждения в Красноглинском районе эта тема особенно актуальна, поскольку в округе много домов, где установлены газовые колонки и котлы. Школьники не просто слушают лекции, но и сами готовят доклады, а также изучают информацию в игровой форме. Подробности в нашем сюжете. Девятиклассники 161 школы, которые записались на дополнительные занятия по химии, сейчас изучают тему природный газ. Они смогли самостоятельно напомнить другим школьникам о правилах пользования газовым оборудованием в квартире. То есть классный час проходит не как обычная лекция о правилах, а ученики сами подготовили информацию для урока. С этими проектами затем выступят и в других классах. Я думаю, это однозначно лучше, дает больше эффект, лучший эффект, потому что, когда это звучит не в виде наставления от учителя, от взрослого человека, а от своих сверстников, которые в этом вопросе показывают глубокие знания, они вызывают уважение и доверие. Классные часы о безопасности пользования газовым оборудованием проходят во всех параллелях. Если для ребят постарше в формате защиты проектов, то в начальной школе такие уроки проходят в игровой форме и с просмотром обучающих мультфильмов. Тема безопасного использования газового оборудования особенно актуальна для 161-й школы, ведь в округе много домов, где установлены газовые котлы и колонки. Как это все правильно донести до ребят? И мы используем разные формы для того, чтобы ребятам было интересно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы это было полезно. То, что они узнают от нас на уроках, на внеклассных мероприятиях, они приносят домой. А сведения это не только интересные, но и поучительные. Классные часы о безопасности проходят в школе регулярно. Их тема зависит от тем, которые проходят ученики по программе или от времени года. Зимой обсуждают правила нахождения на льду, а перед летними каникулами говорят о правилах посещения пляжей и водоемов. Круглый год говорят о правилах дорожного движения, чтобы дети не забывали о безопасности. Такие уроки проходят в самарских школах по всему городу. Андрей Горгулинко, Максим Гусев. События. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн подвел итоги работы в своем избирательном округе за прошлый год и поделился ближайшими планами. В 2022-м парламентарию поступило почти 3000 обращений от жителей. Общее же количество превысило 10 тысяч. Более 30% обращений получили положительное решение. В прошлом году в Самаре был полностью реконструирован детский сад на улице Подшипниковой в рамках нацпроекта «Демография». Основную часть средств, а это более 83 миллионов рублей, при содействии депутата выделили из федерального бюджета. Также в минувшем году в Самаре появилось новое культурное пространство – здание-памятник деревянного зодчества, дом купца Маштакова. Большую помощь в восстановлении объекта оказал президентский фонд культурных инициатив. Непосредственно на создание музея выделили 19,5 миллионов рублей. Общая стоимость объекта составила порядка 80 миллионов. Средства на реставрацию здания были выделены из областного и городского бюджетов. В 2023 году культурное пространство Самары продолжит расширяться, в том числе и при содействии Александра Хинштейна. Конечно же, главное событие этого года – открытие полноценной фабрики кухни нашей замечательной Третьяковской галереи. Уже весной здесь пройдет первая полноценная выставка, посвященная изображению еды. Очень хороший проект, очень интересный замысел. Фабрика кухни создавалась для того, чтобы освободить женщин от домашнего труда. И логично, что первая выставка связана с питанием. Далее коротко о других темах дня. В России ужесточат правила строительства отелей. При стройке и реконструкции объектов на курортах и лечебно-оздоровительных землях планируется проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации. Такой законопроект Минстрою, Минприроды и другим ведомствам поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко. Сейчас такая экспертиза проводится только для объектов, которые относятся к опасному производству. Для предприятий по переработке отходов, мусорных полигонов, технически сложных зданий. Однако важно снижать негативные воздействия на природу и при строительстве других зданий. В России удвоилось количество бюджетных мест по специальностям в сфере информационных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в IT-отрасль необходимо привлекать компетентных специалистов, проводить кадры и вывалить копы подготовки профессионалов. Премьер-министр подчеркнул, что Россия также открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в столь значимой индустрии и создает для них все условия. Мишустин напомнил, что принят закон, по которому зарубежные специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Самарского военнослужащего освободили из плена. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Ольга Гольцова. Переговорила с женой. Она благодарна и не скрывает слез радости. Верила, ждала и надеялась. Написала Ольга Гольцова. Также омбудсмен пожелала скорейшего выздоровления военнослужащим, которым предстоит реабилитация. За прошедшие три дня сотрудники госавтоинспекции выявили 2100 различных нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в областном главке полиции. 55 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции задержали 5 водителей без удостоверений. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 165 автомобилистов. Также 59 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогу мероприятий выявили 120 правонарушений со стороны пешеходов и 52 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительность и не нарушать ПДД. В Самарской области в январе зарегистрировали более 2000 актов о рождении детей. Это на 4% превышает показатели аналогичного месяца в 2022 году, сообщили в областном управлении ЗАГС. Среди самых популярных мужскими именами стали Артем, Александр, Дмитрий, Михаил и Матвей. Среди женских имен наиболее привлекательными оказались Анна, Ева, Виктория, София и Полина. Самыми редкими именами среди мальчиков оказались Елисей, Замир, Мирослав, Савва и Яков. Среди женских имен – Мира, Миллиана, Станислава и Просковья. Редким также стало имя Елена. Поделились секретами макросъемки и показали удивительные кадры, сделанные в дикой природе. На выставке «Фотограни», которая открылась в парке «Россия. Моя история» представили мастер-класс «Как снимать природу». Секретами мастерства поделились фотограф и биолог Наталья Шенкевич, а также самарский путешественник и фотоохотник Владимир Рубинчик. Тему продолжит Ольга Павлова. Наталья Шенкевич увлекается макросъемкой, поэтому на сегодняшнем мастер-классе рассказывает об особенностях и нюансах съемки животных и растений в дикой природе. Такая фотоохота, особенно в первое время, не требует помощи ассистентов и специального оборудования, отмечает Наталья. Фотограф дикой природы может быть и одиночкой, но обязательно с характером, отражая такие его черты, как терпение, внимательность и обучаемость. Прежде чем отправиться фотографировать, повадки животных следует изучить. Зная особенности, гораздо интереснее наблюдать за ними. На мастер-класс профессиональных фотографов в исторический парк «Россия. Моя история» пришли те, кому не безразличны фотоискусство и восприятие мира через призму фотокамеры. Аудитория очень разнообразна, как всегда, наверное, на таких. Она не очень целевая, эта встреча. Поэтому дети, подростки интересующиеся этим, это фотографы. И люди просто не увлекающиеся не фотографией, не путешествиями, но кому нравятся животные, такие фотографии. Чтобы попасть на мастер-класс профессиональных фотографов, воспитанникам детского технопарка пришлось даже подкорректировать свое расписание. Ребята часто выезжают на природу, делают снимки, отправляют их на конкурс и немного расстраиваются, что не выигрывают. На мастер-классе, организованном Самарским областным отделением Союза журналистов России, они смогли узнать об особенностях макросъемки и увидеть удивительные кадры дикой природы. Как поймать того или иного жучка или какую-нибудь антилопу, так, чтобы они были запечатлены еще и с художественной точки зрения. Для детей это бесценный опыт пообщаться с опытными фотографами, с членами Союза журналистов, посмотреть, как нужно снимать. Своим восприятием мира с участниками мастер-класса поделился самарский путешественник и фотоохотник Владимир Рубинчик. В его работах запечатлены самые необычные моменты из жизни животного мира. Фотограф объехал немало заповедных мест. Видел закат на соленом озере Баскунчак, колонию розовых пеликанов в акватории Маноча, пару мгновений из жизни короткоухого зайца. Работы фотографов, которые поделились своим профессиональным опытом с участниками мастер-класса, можно увидеть в парке «Россия. Моя история» на выставке «Фотограни» со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов до 5 марта. Вход свободный. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. Аналитики «Яндекс.Погода» изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках. Самара занимает восьмое место в рейтинге по холодам в феврале. Средняя температура составляет минус 8,5 градусов. Самым морозным в феврале оказался в Красноярске – минус 14,5 градусов. Самым теплым в Краснодаре – 3,5 градуса. В среднем на последний месяц зимы в Самаре приходится около двух ясных дней. По этому показателю город находится в конце рейтинга. Меньше солнца в феврале видят только жители Уфы и Санкт-Петербурга. Самара вошла в десятку популярных направлений для кратковременных маршрутов. По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир, туристы чаще всего стали предпочитать кратковременные поездки по России и ближнему зарубежью. На первом месте – Кировск и Мурманской области, на втором – Иркутск, а на третьем – Волгоград. Четвертое место заняла столица Республики Беларусь – Минск, на пятом – Псков, на шестом – Ярославль, на седьмом – Жемчужина Дагестана – Дербент, на восьмом – Железноводск, Самара заняла девятое место. После столицы Самарской губернии следует Воронеж. Путешествие в сказку. На сцене Самарского государственного цирка – премьера нового шоу «Песчаная сказка» заслуженного артиста России, постановщика Гии Ирадзе и компании «Росгосцирк». На манеже зрителей встретили экзотические животные, акробаты, титулованные артисты и удивительные аттракционы. Все это квинт-эссенция яркого и запоминающегося шоу. Михаил Гермоленко побывал на премьере и расскажет, какие впечатления представление оставило у зрителей. Непревзойденная дрессура, роскошные костюмы, авторская музыка. Самарский цирк открыл двери премьеры грандиозного шоу «Песчаная сказка» королевского цирка Гии Ирадзе и компании «Росгосцирк». Первые зрители уже очутились в самом сердце пленительного Востока, где живут жуки, скоробей, воины-скорпионы и восточные красавицы. Мне больше всего понравились «Труки на лошадях». Это было очень красиво и, наверное, это все тяжело делать. «Песчаная сказка» – уникальный тематический цирковой спектакль, где номера объединяет единый сюжет. Энергичные акробаты на джамперах, ловкие жокеи на лошадях, буфонатные жонглеры на моноциклах, виртуозные эквилибристы. Изюминка шоу – единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полуторатонные африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки под руководством народного артиста России Тофи Каахундова. Ну, вообще, очень интересно. Гиппотамы как бы не особо часто встречаются в цирке, поэтому хочется посмотреть. В ошеломительный восторг привел публику номер титулованных воздушных гимнастов на ремнях. Екатерина Запашна и Константин Растегаев исполняли трюки на грани человеческих возможностей под куполом цирка без страховки. Ты сидишь, и ты вот на вот этом подвешенном состоянии вместе с ними. Это просто невероятно. Увидеть шоу «Песчаная сказка», окунуться в неповторимую атмосферу праздника и веселья можно в Самарском государственном цирке каждые выходные, ведь с премьерным показом гастроли только начались. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Работу Самарской области по реализации нацпроектов отметили на федеральном уровне. Вице-премьер Марат Хуснулин, проводя совещание по нацпроектам в первую очередь, связанным с капитальным строительством, ремонтами, поставками оборудования, отметил Самарскую область в группе лидеров. По словам Дмитрия Азарова, в регионе ни один контролируемый показатель не находится в красной зоне, а абсолютное большинство программ в зеленой. Об этом информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В преддверии 50-тысячной заявки на карту жителя Самарской области команда проекта решила провести викторину. Правила просты. Быть подписанным на страницу ВК, карта жителя Самарской области, быть подписанным на страницу партнера, правильно ответить на вопросы. Среди тех, кто выполнит все условия, будут разыграны призы. Время для ответа ограничено и составляет сутки со времени публикаций. На каждый вопрос будет не один, а несколько призов. Так что шанс выиграть высок, пишет телеграм-канал администрации промышленного района. Телеграм-канал администрации Кировского района сообщает, что на этой неделе пройдут ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения с коротковременным отключением холодной воды. 9 февраля с 9.00 до 20.00 в связи с врезкой новой водопроводной линии без холодной воды останутся дома номер 56, 70, 72, 74 по улице Георгия Димитрова. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки «Самара» напоминает, что с 1 января в рамках программы «Самара. Детям мы разные, мы равны» предусмотрено предоставление путевок детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной на территории городского округа «Самара». Путевки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара. ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова